А вы практикуете что? Все. Что значит все? Все начинается с классического массажа. Дальше. Здесь вот... Это даже не теория, это убеждение. Я считаю, что специалист в области, скажем, альтернативной медицины, он должен владеть несколькими методами. Нет, что угодно. Почему? Потому что самый главный вопрос, который он решает, это алгоритм принятия решения по пациенту. Вот почему-то именопатия очень люблю, потому что она как раз дает возможность это сделать очень хорошо в плане диагностики. А дальше сочетание. Вот опять же, смотри, ситуация, когда очаг напряженности. С одной стороны, скажем, невозможно заниматься, скажем, да, дотронуться до мышца, она напряжена и так далее. И способы, не трогая эту мышцу, расслабить. Проблемы, связанные с внутренними органами. Есть техника висцерального массажа глубокого. Но с одной стороны, здесь в чем опасность? Здесь опасность в том, что мы можем нарваться на недообследованного человека, например, скажем, при лечении, скажем, проблем каких-то в малом тазу, допустим, у женщины нарваться на какую-то неону или на тесто. Что? Если не порвется, просто неполезно, она начнет расти. Поэтому это как бы А если нормативно начинающуюся онкологию, это будет вообще интересно. Вот. Поэтому это как бы нужно постараться определить, как бы, да, то есть что-то использовать. Либо работать чисто какими-то мышечными моментами, которые не будут стимулировать, которые работают локально. Скажу, ну, про онкологию я не говорю, а говорю, допустим, чисто вот симптоматически, допустим, да, методика точного массажа. Вот. Кроме того, это дает возможность, скажем, вот использования каких-то других методов точного массажа или той же кинезиологии дает возможность задействовать. Ну, например, скажем, если иглорефлексотерапия, можно, допустим, на одну сторону поставить иголки и работать на другую. Не надо то есть расширить. И это всегда Иголки, вы имеете иглу колония? Да. Приносит, всегда приносит эффект гораздо больше, быстрее. Поэтому вот, а основное это уже зависит от пациента. Есть проблемы, которые можно, скажем, решить, мы должны только крайне сокровенной терапии. Есть заболевания, состояния, при которых остальное как бы не прилагается. Ни к чем. Ну, допустим, те же гиперактивные дети и так далее. То есть там массаж можно использовать гораздо позже. Понятно. воздействие и так далее. То есть это дает потом расширяет возможности работы. Практически любой применяющий методики, которые ИСФ применяет, там можно вообще без противопоказания работы. Есть два. А какую методику применяет ИСФ? Это активная эпилепсия некупированная и эмоциональная астма. Это твоя методика неприменима, а при этом применима крайне сакрой. Вот я почему же хочу это сделать? Нет, я и говорю, что использую, если еще добавить, потому что то, чем я владею, я там и онкологию не беру. А если добавить... Онкологию я беру легко, это как раз хорошо. А вот эпилепсию я не возьму. А я возьму. Нет, смотря какую эпилепсию. Если... Нет, она разная. Она есть разная. Есть, скажем так, если очаг небольшой, то ничего. А вот есть уже, я не знаю, есть такое понятие злокачественная эпилепсия. Вот это вот уже хуже гораздо. Ну, хуже, не хуже, но, может быть, не говорим о том... ИСФ, какой метод применятия? Это сложно объяснить. Это мой личный талант. Все окей. Это ее авторская методика. Осталось ее только назвать. Я бы не сказал, что это моя авторская методика. Это скорее вот оттуда авторская методика. Ну, это просто можно на себе ощутить, и вот тогда можно поговорить о том. Мы сейчас это не будем делать, ладно? сейчас учим физиологию. да, 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 теперь вот какой момент мы должны с вами скажем так, на чем мы должны остановиться и уяснить. Дело все в том, что понятие мышечного ослабления или снижения тонуса не является идентичным понятием пареза пареза или паралича. То есть это совершенно разные вещи, да, о чем нельзя говорить. Парез это, так сказать, повреждение нерва, когда чувствительность сохраняется, есть какие-то движения, да, подергивания, но мышца не работает, а паралич, когда этого нету совсем. ослабления или снижения мышечного тонуса никакого отношения к этому не имеет. В чем разница? Разница в том, что при ослаблении мышечного тонуса мышца работает в нормальном режиме, только слабее. Вот это принципиальный момент, она работает, но она работает слабее. Если она не работает, здесь повреждения совершенно другом уровне, поэтому это мы не берем. Почему? Потому что при сейчас объясню разницу, уже говорили, при парезе или параличе нарушается проводимость сигнала, то есть идет обрыв того нерва, или скажем надрыв того нерва, который ведет сигнал от мышцы к коле головного мозга. или наоборот, от коры головного мозга к мышце, вернее, от рецепторов к коре или от коры к мышце. На каком-то этапе, по каким-то причинам этот нерв нарушен. Там травма, инфекция, опыта, неважно. Тогда возникает паралич. Допустим, при инсульте повреждается центр, сигнал от центра к мышце невозможен. В данном случае мы говорим о том, что сама мышечная структура, то есть в нашем случае, нарушается сама мышечная структура, вот ее тонус. То есть все нервные пути, они работают нормально, но сама мышца по своей природе не в состоянии полноценно среагируют на этот сигнал. Поэтому она работать будет, то есть движение можно осуществить, но она ослабляется. То есть это изменение, сейчас я формулирую научным языком, это изменение функциональной способности мышцы, воспринимаемое как ослабление. Это изменение функциональной способности мышцы. А за счет чего? вот, только с языка называется и снял. За счет нарушения энергетических процессов и биоэнергетических процессов в организме. То есть что происходит? Где-то происходит сбой, вот почему говорим о триазе, потому что это процессы связанные с гормонами, с движением энергии, какими-то моментами трансформации возбудимости нерва. То есть оно не прерывается, оно уменьшается. Стрессами. Да-да-да-да-да-да, то есть все, что связано. То есть говоря, говорится, объединяя все это, происходит дисбаланс в организме. И вот этот дисбаланс, он влияет на процессы в мышце в самой. Не в нерве, не в калии, не в спинном мозге, а в самой мышце, как следствие процессов, проходящих где-то отдалений. Значит, исходя из этого, вернее, не исходя из этого, а предваряя нашу практическую деятельность, мы должны вспомнить, вот то, что я вам тогда говорил, вспомнить законы, ну, они, скажем, не биомеханики, они законы биомеханики, но поскольку мы применяем их в биологическом субъектах, будет биомеханика. Итак, первое, это закон инерции, который говорит о чем, напомню вам физику, что всякое тело сохраняет состояние покоя или движения равномерного, пока на него не воздействует другая сила. Это нам на самом деле пригодится, потому что эти законы мы будем использовать и действительно мышца, энергия в мышце движется равномерно и прямолинейно до тех пор, пока, или находится в покое, пока мы на него не воздействуем. А вот самый важный вопрос, а энергия в мышце двигается откуда-куда? По меридиану, вспомнили. Берем, например, бицепс. И движется по тому меридиану, которое есть, по кругу. Нет, но он через бицепс проходит на целой куче меридиан. Вот по целой куче она и движется, по каждому. Все равно непонятно. открой точный массаж. Нет, вам нужно уточнить, сначала о какой энергии речь идет? Потому что энергии есть в окон разных. Речь идет о биоэнергии. С одной стороны. С другой стороны, будем говорить, это как элемент движения заряженных частиц. А где там плюс, где минус, если будем заряжены частицей, это я имел ввиду? Хороший вопрос. Думаю, что в начале меридиана плюс, если идет от плюса к минусу, то в конце меридиана минус. Поэтому она идет так. А потом она идет по замкнутой системе, по кругу. Меридианы не замкнуты? Меридианы в конечном итоге гонкнуты. Тогда где там конец, где там начало? Первая точка начала, последняя конец. Движение всегда направленное по меридианам? всегда направленное. Одно направленное вверху? Да. Не в обе стороны? Да. работаем и в обе стороны. Потому что вспомнил, я вам говорил, речку мы направляем движение сюда, опускаем руку, движение усиливается. Поэтому эфир будет тот же, тот же самый. Поэтому для нас это не имеет значения. Хотя... Прошу напомнить, или сказать, место положения начала меридианов. Где это концентрируется? концентрируется обычно чаще всего на пальцах мотивовых фаланг. Чаще всего. Хотя не всегда. А конец? А конец либо тоже, либо где-то в районе каких-то лимфатических узлов. То есть в принципе всегда начало меридианов это, можно сказать, руки? Нож. в равной степени. Руку. Итак, первый закон мы прослушали. Второй закон закон ускорения. То есть ускорение любого тела прямо пропорционально силе на него действующей и обратно пропорционально его массе. То есть закон ускорения. если я быстро говорю, притормозите. И закон действия противодействия, то есть взаимодействия двух тел порождает силы, равные по величине, но противоположные по направлению. То есть когда мы воздействуем на пациента, мы должны... третий? Третий закон действия противодействия через тире. То есть взаимодействие двух тел порождает силы или вызывает силы, равные по величине, но противоположные по направлению. поэтому мы когда контактно работаем с пациентом, мы должны свою силу измерять с его. Они должны быть равны. Узнание этих законов мы вспомним очень скоро, когда начнем говорить непосредственно тестирование. То есть о проверке того или иного мышечного тонуса. Вернее тонуса той или иной мышцы. Значит величина мышечной силы, величина мышечной силы, то есть воздействуя на мышцу, мы ее определяем. Насколько сильно она реагирует. Так величина мышечной силы зависит от импульса, который идет к этой мышце и от мышечной массы. То есть понятно, что сила мышцы на пальце и сила на бицепсе будет несколько разной. мышечной все чаще и чаще я говорю о мышечном тестировании. На самом деле мышечное тестирование не озвучил так сказать ситуацию с этим связанным. На самом деле мышечное тестирование это процедура или это своего рода диагностический прием, позволяющий определить тонус мышцы, то есть наличие гипер- или гипосостояния, вернее состояния гипер- или гипотонуса той или иной мышцы. с точки зрения литературы есть общепринятый такой термин ММТ мануальное мышечное тестирование. Поэтому если вы где-то будете читать, интересоваться, смотреть, вдруг увидите сокращение правил приема ММТ, вы знаете, что это как раз мануальное, то есть руками мышечное тестирование, то есть специалист работает руками. Тесты будут может быть не такое огромное количество тестов, но они достаточно скажем так не один, достаточно много тестов, позволяющих определить и силу мышцы, и тонус, и напряжение. и это собственно говоря, начало работы кинезиотерапевта. Значит, выполнение цели, вернее, цель самого теста это двоякое. Первое это оценка способности мышцы. оценка способности мышцы адекватно использовать, сейчас я скажу умную фразу, потом буду ее объяснять, оценка способности мышцы максимально использовать, вернее, адекватно, правильно использовать оптимальное количество мышечных волокон для сопротивления прилагаемой силе. Еще раз, значит, первая цель теста, мышечного теста, это оценка способности мышцы адекватно использовать оптимальное количество мышечных волокон для сопротивления силе. То есть, говоря по-русски, это способность мышцы в полном объеме реагировать на давление. Значит, ну, сразу, в принципе, можно показать, да, как это делается. Значит, ну, допустим, да, вот, какое-то мышцы мы проверяем, да, значит, мышца находится в состоянии покоя, значит, тестирующий оказывает давление и просит оказать сопротивление, на противоходе. Понятно, что не надо делать так, чтобы рука не, то, о чем я вам говорю, должно быть адекватной. Да, то есть, должны почувствовать, насколько мышца полностью реагирует. То есть, может ситуация быть, когда реагирует, скажем, только один край, а вторая, ну, наоборот. Или она реагирует неравномерно. То есть, одна сторона напрягается, а другая напрягается меньше. Вот это вот проявляется. Такое сопротивление, в принципе, ну, сначала вы будете практиковать где-то 5-7 секунд, пока разберетесь. Специалисты с опытом тратят на это одну-две секунды, буквально. То есть, по реакции они воспринимают, насколько мышца полностью реагируют. То есть, понятно, о чем идет речь, речь идет об объеме мышцы. Вот, потому что другая цель, она отличается. Вторая цель теста это оценка адаптационной способности мышцы. То есть, насколько мышца адаптируется к условиям. Здесь нам нужно что понять? Значит, вот мы делаем точно такой же тест, допустим, да, сопротивление. И вот, смотрите, как бы мы удерживаем и мышца того человека, которого мы тестируем, напрягается и в какой, и через несколько секунд она ослабевает. То есть, он не может среагировать. Это нарушение адаптации. При нормальной адаптации как бы напряжение мышцы поднимающей должно быть равно напряжению нашему. То есть, мы усиливаем и он усиливает. Мы усиливаем давление и он усиливает. то есть, третий закон вспомните. Вот. А при нарушении мышца момент наше усиление, она наоборот расслабляется. Она не адекватно реагирует на усиление. Понятно? Да. Это приблизительно как я до того, как пришла к кинезиологии, я пыталась это понять сама. Ну, вот теперь это все уложилось. Значит, во избежание ошибок тестирования, вернее, оценки результатов тестирования, мы должны иметь в виду, что здесь очень важно, что мышца, которая ослаблена, она не болезненная. болезненная всегда мышца, находящаяся в гипертонусе. А если мышца, которая, когда мы считаем слабой, болезненная, значит, мы чего-то не убледили. Значит, есть где-то его антагонист, который будет ослаблен. То есть, на самом деле, слабая мышца при той ситуации, что она болезненная, это означает, что она не ослаблена, а что она проблемная, что она просто-напросто не в состоянии, то есть, есть проблема, есть воспалительный процесс, предположим, вот, и он настолько, что мышца не в состоянии быть, то есть, идет разрушение. Вот, часто такая ситуация возникает при дегенеративных процессах, скажем, при остеохондрозе, при каких-то, вот, при радикулите не будет никогда, а вот при остеохондрозе будет, может быть, на понятную разницу, почему, потому что при остеохондрозе это процессы дегенерации, разрушения, и там слабость мышцы не потому, что она не, как бы, не повышена, а потому, что она уже не в состоянии реагировать. Когда уходит, да, при нарушении осанки, классической, да, вот мы берем и смотрим, да, казалось бы, он уходит, так нужно, в правую сторону, да, то, да, при классическом, как мы учили, правая сторона напряжена, а левая расслаблена, почему не уводит сюда, да, и попробуем взять, мы берем мышцу, да, при нарушении, и мы смотрим, что мышца там не болит, хотя она напряжена, а если к нам приходит человек, скажем, с болями в остеохондрозе, и даже если эта мышца расслаблена уже, мы берем, и он будет говорить, у меня там болит, а мышца уже вся, его уже туда убило, именно за счет нарушения, понятно это? Разница. Поэтому мы это должны учитывать обязательно. разобраться при тестировании, надо разобраться вот с чем. Значит, очень важно понять, повышен ли это тонус, или это мышца нормальная, просто физически сильная, напряженная. вот здесь нам поможет определенный момент теста, мы должны учитывать вот какой момент, то есть ситуация напряжения, смотрите, вот мы тестируем, да, допустим, положили, мышца уже накачанная, да, то есть она уже напряжена, и это связано не с патологией нашей, это связано скажем с избытком молочной кислоты, она даже может быть болезненна, вот, но при напряжении она сохраняет способность к адаптации, она будет полностью адаптирована, то есть это значит, что она напряжена по своим физиологическим моментам, если она напряжена и он проводит тест и мышца резко ослабляется вдруг, значит, это гипертонус. А может быть и так, что она и накачена, и в том же. Может быть, но при этом... Вот, например, вот у него на спине есть мышца, которую он, наверное, когда-то накачивал, а теперь они у него там вот так вот скручены. Да, но при этом в чем... Как определить разницу? Если эта мышца при тесте ослабевает, значит, это проблема. Если она держится... А как? У мышцы же на спине, вот у него там на спине прям валик такой, да? Ну, положи, положи руку. Она все напряжена, она... Вот. В тот момент, когда он пытается вот эту мышцу твою руку вытолкнуть, она... Нет, реакция... Это на любом месте может быть, нужно только положить, скажем, это может быть поворот. То есть, ты держишь, а он поворачивается, а ты ты держишь, ты не даешь ему повернуться. Ну, допустим, если вот эта мышца, которая реагирует, или она реагирует на наклон. у нас будет... Я просто не хочу сейчас по одному тесту, когда мы начнем уже работать, мы сразу будем тестировать и сразу будем ликвидировать эти моменты, поэтому, конечно. значит, есть, ну, тестов, как я говорю, достаточно много, вот, всяких разных, в том числе и есть такой тест, тут у нас был МНТ, вот, а есть такой тест ТЛ, называется терапевтическая локализация, причем смысл заключается в том, что в момент патологии или при какой-то определенной патологии слабость возникает во всех, как бы, мышцах, которые раньше были нормальны.